Всем большой привет, мы вышли во внеочередной эфир Fujifilm Россия, и чтобы немножко, полчасика, отвечать на ваши вопросы. Да. Мы находимся в Петербурге, в отеле Sokos Bridge Palace. Сейчас мы провели первый день тренинга для сотрудников розницы, для нашего фотоканала. Прошло отлично. Да, это закрытое наше внутреннее мероприятие для того, чтобы продавцы, которые встречают вас в магазине, могли максимально качественно проконсультировать вас по нашей продукции. Как прошел ужин, отлично. Большое спасибо. Да. Спасибо, было вкусно. Друзья мои, как обычно, давайте, если вы нас хорошо видите и слышите, напишите, пожалуйста, из какого города вы нас смотрите. Да, давайте, интересно. Да. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Мы решили провести эфир в неурочное время для того, чтобы понять, кто из наших пользователей. Насколько вообще актуально общаться с вами по вечерам. Потому что 6, мне кажется, многие часто на работе. Сейчас мы обалдаем с теми. Сейчас у нас по московскому времени 21-25, да, мы решили ненадолго, до 10 вечера выйти. А кто вы? Меня зовут Андрей, я оригинальный представитель Фуджи-фильма, рядом со мной Данил, наш специалист по продукту, Энгельс, вот, прекрасно, это еще рядом с Саратовом. Да, Смоленск, Язань, я был в Смоленске в Язань недавно. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Очень рады всех вас видеть, в общем, мы, как обычно, отвечаем на ваши вопросы, и я, как обычно, могу ответить на все вопросы по ИК-системе. А Данил может, как обычно, проконсультировать по GFX. Да. Астана, Красноярск, смотри, прекрасно. Добрый вечер, город Губкин, городская область, прекрасно. Привет, Губкин. Да, Москва, смотрю, отлично. Ну, Москва, все наши. Друзья мои, о, я из Балакова, прекрасно. А где Балакова? А где Балакова, подскажите, мы просто, правда, добрый вечер, Москва, вот, отлично. Мамма миа, да, отлично. Да, друзья, подключайтесь, пишите, из какого вы города, меня зовут Андрей, это мой коллега Даниил, мы готовы ответить на ваши все вопросы. Здравствуйте, Киров, здравствуйте, из Перми, у нас уже ночью, прекрасно. Пукино, Пукино, а где это, подскажите, если честно, не знаю, в Саратовской области, ну, а, понятно, да. Энгельс Саратовской области. Илья, привет. Да, Илья. Илья Лопарев, это человек, который очень классный цвет наводит из Этерния, он снимает в Этерния, берет ее камерным профилем и потом очень круто ее красит, мне прямо очень нравится, он делает супер качественные качества. Я видел, я видел по хэштегу, да, 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 Москва, прекрасно, друзья мои. Очень рады всех видеть, подключайтесь, зовите друзей, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Что, я не сказал, из Краснодара? Вы из Краснодара. Вы из Краснодара, да, Фисисилис, Филисилис, да. Помню, помню вас, да. Феникс Аризон. О, прекрасно. Феникс Аризон. Феникс Аризон, ничего себе. Да, да, да. Чем занимаетесь, ребят? Проводим мероприятия для продавцов, делаем так, чтобы люди могли вас максимально объемно в любом магазине консультировать по нашим камерам. Чтобы, когда вы придете с вопросом, что такое световая субдискретизация, вам могли ответить. Да, Киев, прекрасно. Как говорится, вы кто? Мы Фуджифиль. Мы Фуджифиль. Да, прекрасно. А это у кого супер качество, хочется посмотреть. Это супер качество у всех. Да, друзья мои, всем большой-большой привет. Рады, что вас так много подключается. Мы очень рады всех вас видеть. Танечка, 040375, привет, привет вам. Всем большой привет, друзья мои. Всем, кто пишет в этом прямом эфире, всем очень большой-большой привет. Ха, Каев. Прекрасно, да, согласна. Задавайте ваши вопросы. Как обычно, отвечаем на все вопросы, связанные с X-системой, GFX-системой. Мы вчера провели прекрасный фермифир и решили внезапно, внеочередно его повторить. А может, поболтаем про X-A7 и X-Pro3, GFX, и мы касались вчера, и я с радостью отвечу на вопросы по X-Pro3. О, Пекин, Китай. Прекрасно. О, Пекин, отлично. А у нас уже был кто-то из Пекина, только что писал человек, что он из Пекина. Да, прекрасно. Очень приятно. Да, да. Пукин там был. Нет, Пекин там был. Там было Пукино. Ну, короче, очень радует география, друзья мои. Всем, кто знает меня. Я Савченко Андрея, Геннадий представитель, классический ведущий всех прямых эфиров Фуджи Фин и Даниил Петин. Петин. Петин, да. Мой коллега, который не так часто был в прямых эфиров, но теперь к ним активно присоединяется. Это я писал, вы не заметили. Заметили. Даниил заметил, я не замечал. Все хорошо, да. Даниил ненадолго отличается от прямых эфиров. Я же, как обычно, готов ответить на все ваши эфиры и моя непослушная прическа. Поехали, кто-то интересный. Друзья мои, задавайте вопросы, давайте пообщаемся, давайте, как говорится, обсудим, что вам интересно. О, я лишь очень рад вас видеть. Как обычно, задавайте все ваши вопросы. Да, Даниил, к сожалению, ненадолго нас покинул, но он скоро вернется. Из-за чего может возникать ошибка записи на X30? Рекомендую поменять флажку. Филис. Рекомендую поменять флажку, потому что чаще всего ошибка записи возникает из-за недостаточной скорости записи. Интересно про GFX100. Фотограф Ярислав. Спрашивайте, что конкретно вас интересует про GFX100? Ответим. Про XA7 интересно. Вы знаете, сегодня весь день снимал на XA7. На мой взгляд, это самая крутая любительская камера сейчас в сегменте. Там порядка 50 тысяч кит. Потому что камера собладает очень быстрым автофокусом. Абсолютно сопоставимым с XT3. Если будущий XE1, я боюсь, уже нет. Камера все-таки позапрошлого поколения. И я думаю, пора менять тушку на более актуальную. ДМ Костылев. Я рекомендую поменять камеру на что-то более современное. XE1 это все-таки очень старая камера. Но при этом, при условии качественной оптики, на него можно сейчас снимать очень хорошо. То есть, нет такого, что мы вас как-то грубо говоря говорим, что нет, на эту камеру нельзя снимать. На нее можно снимать. Вопрос только в том, что скорость и детализация картинки на новых камерах очень высокие. В чем ответит основное отличие XA7 от XA5? XA7 очень быстрая, друзья мои. Она как XT3 быстрая. Плохо выглядишь? Ну, надеюсь, что не очень плохо. Это просто вопрос моей прически. Она у меня непослушная, особенно если шапку применяю. В Питере не очень жарко, поэтому постоянно хожу в шапке. И вот, видите, прическа. Едем с двумя XA3 снимать документальный фильм. Вопрос. Погода будет, да и минус 20, как долго на одной батарее протянем? Я думаю, 30-40 минут в 4К и час в Full HD у вас более чем, скажем так, обосновано. Первый вопрос. Как вы предпочитаете фокус блокировать? Кнопкой затвора или кнопкой IFL? Я предпочитаю блокировать фокус кнопкой затвора, потому что IFL я использую как кнопку изменения режимов отображения экспозиции. То есть, для импульсного света, либо для постоянного. Андрей. Андрей, да. Так. Есть ли какой-нибудь мерч у вас? У нас он есть, но он пока дается. Мы его не продаем, но мы работаем над этим. Как избавиться от эффекта акваэлена и фото? XT2, четвертый раз пишу. Фото Шамиль. Попробуйте проявлять фото не в старых версиях Lightroom, а, например, в Capture One. Там очень хороший, качественный проявщик. Мне очень нравится, какой качественный детализацию он дает. Ничего страшного с камерой не случится по местности? Нет ничего, только потом согрейте ее не на батарее и не снимайте ее, ой, не снимайте, пока она согревается, пока на ней, скажем так, конденсат. Андрей, подскажите, если начали отклеивать свет, подать уплотнительные резинки, можно это дома в условиях саму приклеить? Хуже камерой не будет? Нет, не будет, можете спокойно приклеить обратно. Фуджифильм в России сотрудничает с видеомейкерами? Если да, как это происходит? Митрограф. Это происходит следующим образом, мы даем камеру на тест, можете обратиться к нам в диет, подскажем, что и как. Будет ли Черная пятница у Фуджи? У Фуджифильм нет Черной пятницы, потому что, если честно, я считаю, что она у нас всегда, потому что у нас постоянно есть акции. На промору.фуджифильм.еу собраны все актуальные камеры, там можно посмотреть, все актуальные предложения, там можно посмотреть, по какой цене камеры можно приобрести. И, например, сейчас на XS3 действуют предложения с подарочным сертификатом на 8000 рублей, если вы покупаете боди, на объектив можно использовать. Будет ли новая пленка в новом году? Возможно. Ходят слушать, что XS1 не получит продолжение, это правда. Пока не могу комментировать, но в целом, на мой взгляд, XS1 достаточно удачная камера, которая просто вышла не совсем удачное время. Но пока я бы не ставил крест на этой линейке. Какой объектив из блинчиков быстрее? 18.2.0 или 27.2.8? Быстрее 27.2.8 просто потому, что он более темный, и, соответственно, у него глубина резкости большая, и, соответственно, чем больше глубина резкости у объектива, тем быстрее он фокусируется. 27.2.8 будет быстрее. Одинаково ли они их пережевывают? Кто с чем? Посмотрите, вопрос, пожалуйста. Сложно ослечь. Есть ли разница между успехи и видеофайлов? Вот пример из Final Cut. Нет. Все зависит именно от настроек самих приложений. Там маленькие очень скидки по сравнению с другими странами и магазинами. Но, к сожалению, я не могу сказать, что у нас какие-то суперестественные скидки, но я считаю, что наше предложение очень эффективное и очень выгодное. В любом случае, опять же, учитывая, что та цена в Соединенных Штатах, которую вы видите, она указана для безналоговых штатов. То есть, большинство Штатов Соединенных Штатов Америки, вы к цене еще добавляете налог. За сколько можно купить GFX 100 на вторичке? Я думаю, он пока на вторичке не продается. Его нет. А если он есть на вторичке, возникает вопрос, почему его продают. То есть, в каком состоянии? Не притопили ли эту камеру? Посоветите, пожалуйста, один объектив, который можно использовать для портрета и фудфотографии. 50 мм, 52.0, потому что он и классный портретник, и поэтому у него очень короткая дистанция фокусировки можно использовать. Вообще, кстати, его советуют 82.8, и он тоже, между прочим, неплох. Да, и ультимативный портретник, я бы даже сказал, он немножко слишком резкий. Он очень резкий, да. То есть, если у вас модели в основном с чистой кожей, то... Используйте, да. 82.8 – это тоже очень хорошее решение, но более дорогое. 52.0 – это все-таки универсально. Да, и подешевле. X-Pro 3 уже вышел в розницу? Нет, пока не вышел. Я думаю, в ближайшие недели появится. Да. Слевая политика... Это уже безупречная. Я согласен. Привет. Какие флешки взять на X-T3, чтобы не забил сабвуфер хотя бы Full HD? Как подобрать класс флешки? Слишком много бы значений. Вы знаете, берите EHS-2, не ошибетесь. Любая EHS-2 флешка... Либо топовый EHS-1. По поводу флешек я уже говорил в своей рекомендации. Я могу посоветовать конкретную флешечку. Есть очень классные microSD флешки. Samsung EVO Plus на 128 ГБ. Поэтому у них скорость 90 МБ в секунду. И при этом она стоит всего 1300 рублей в версии на 127 ГБ. Именно эту версию надо брать. И она полностью пережевывает максимальный битрейт на X-T3. А вот есть Extreme Pro сан-диск... Но она дороже на 300 МБ в секунду. И она стоит под 20. А вот эта карточка стоит всего 1300. И это очень хорошая флешка. А то я уверен в сан-диске, что он не сломается. Ну, эти флешки живут хорошо. И по их цене их можно менять раз в полгода. Да, но вообще надо сказать, что вот эти Samsung-овские флешки в нашем Fuji-чате ВКонтакте очень активно рекомендуют. Да, Samsung-овские флешки очень сейчас популярны. Потому что по соотношению цена, качество, скорость у них вариантов нет. Интересно про обновление X-T10. Когда будет? Я думаю, на эту камеру уже не будет обновлений. Hello, hello. Здравствуйте, здравствуйте. Ура, уа, уа. У Fuji нет светосильных объективов со стабом фиксов. Ну, 82,8, наверное, самые светосильные фиксы. Да, вы знаете, стоит понимать, что, например, стабилизировать объектив, но стабилизатор занимает место, очевидно. А светлые объективы и так не самые лёгкие. Да. Као ЦС 50, как макро, очень хорошая для фута и портрет макро один к одному. Это 52,8 ЦС. Ну, я не знаю. Тестировал этот объектив, я могу сказать, что 52,0 наш, он гораздо быстрее. Да, меня раздражает скорость фокусировки у ЦС. Да, то есть ЦС он медленный под Fuji, и я рекомендую все-таки 52,0. И он дешевле новый. Тысяча в черную пятницу. Григорий Зинкевич, не совсем понятен комментарий. Парни, вы очень крутые, ждём вас в СПП почаще. Спасибо за отличную встречу, Fuji чемпион. Спасибо вам, спасибо, что пришли. Да, спасибо вам, друзья. Очень круто. Мы вам рады. Мы рады, что вы с нами. За Samsung карточки плюсы очень хорошие. Вот, Fox 977, спасибо за подсуждение. Тут есть кто-нибудь, кто пользуется сандиском? Да, было два сандиска, сломались. Четыре сандиска, полёты лишние. Видите, мнение отличается. Маша снимает здорово на длинные зумы. А можете поставить телефон как-то? Очень всё трясётся. Давайте попробуем. У Андрея трясётся. Давайте поставим телефон. Я просто стараюсь листать ещё просто. На еще один стоит взять прошивку почти ИК-60 FPS? Нет, она по железу не потянет. Сандиск 8 лет. Ну, у всех разное мнение. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин. Привет, Марк. Да, привет. Марк очень здорово снимает машину. Здравствуйте, подскажите, на объективе 16-55-2.8 есть ли стабилизация? Нет, её, к сожалению, нет. На 18-135 есть. Я понимаю субъективно, но какой лучше, практичнее. Я считаю, что самое практичное решение на 16-8 со стабилизатором. Я с тобой не согласен. Это уже слишком большой зум, я считаю. 16-55 ультимативный вариант для всего. Он заменит где-то и портретники, и макры, пожалуйста. А 18-135, ну, мне он просто нравится самому. У него детализация. У него немножечко падает детализация. Он довольно мягкий на открытой. И переменная светосила, да. Но стоит понимать, что мягкий на открытой, это по сравнению с 16-55. То есть, в сравнении с другими зумами похожими, он там удивительно резкий. Да. Fujifilm Optica, Fujifilm, она все очень резкая. Про GFX вопрос, это мне. Да. Кто подскажет? В чем преимущество предконкурентов? Давайте так. PhotoFish R. Давайте определимся сразу. Кого мы считаем конкурентами? Средний формат или Resolution Full Frame? Ответьте, пожалуйста. И я относительно этого свой ответ. Да. Друзья мои. Ника Николас. Чем более конкретные вопросы вы задаете, тем более конкретные ответы мы даем. Естественно. Берите 15-45 составом. Да, кстати, очень недооцененный объектив, очень дешевый кит, при этом очень резкий для кита. Для такого пластика. Со средним форматом. Смотрите, сейчас по большому счету из актуальных средних форматов в этой примерно цветоценовой категории есть это Hassel X1D Mark II и Pentax 645. Ну, стоит понимать, что они, вероятно, будут тестовать по фокусу. Медленнее. Даже по сравнению с GFX 50. У Hassel стоит та же матрица. И Hassel X1D и 50s поддерживают Hasselевскую оптику все равно через переходник. Ну, вот если мы говорим о той старой оптике, а на новой недостаточно пока что просто объективов. Вот. А так, вы знаете, наверное, это удобство пользования. Это камера, которую можно вынести на улицу. Наконец, это средний формат, на котором вы можете снимать. Который можно брать где угодно с собой. Да, именно так. Причем, что GFX 50, что GFX 100. Любой исполненник, высотка. У тебя OnePlus 3T на 7 тя не планируешь, чтобы нам дать нет. Меня пока 3T полностью устраивает. Вы после эфира к нам решим. Это нас питерские зовут к себе. Как приятно. Мы в Питере будем, я буду в Питере с 6-го по 10-го. Сегодня зовут вечером. Да. Решим, решим. Как стать амбассадором Fuji? Ну, друзья мои, я говорю, что есть всегда 3 условия для того, чтобы стать амбассадором Fujifilm. Это надо очень круто снимать. Первое. Второе. Делать это на технику Fujifilm. Третье. И третье. Рассказывать о том, как вы это делаете. Учить людей. Вы должны обладать действительно экспертизой в своей области. И уметь рассказать об этом. Так, чтобы вас хотелось переслушать. Так, спрашивают. Как беззеркальный Phase One и Leica? Я думаю, это конкурентность другой ценой. Ну, их можно уже с сотым GFX сравнивать. Leica, если там что-то про S2 я видел. Мотнёшь, пожалуйста, вниз. SL2. Вниз. Вниз. Так, сейчас. Секунду. Когда снимаем видео на 1855, презумирование пройдёт экспозиция. Говорят, на 1655 то же самое. Почему? Это часто рекламация, мы работаем над этим. А Leica S2... А если Leica SL2, кроме разницы в матрице? Сейчас, подождите. Я отвечу сначала про беззеркальную фазу. Если вы говорите про эту новую XT, то стоит понимать, что это не то, чтобы полноценная камера, а всего лишь цифрозадник. Да. Каналоговая камера. Это дорогая камера. Ну, дорогая. Какая раздороже. Он намного дороже. И... Ну, у него большее разрешение, да. Вот, в остальном, но как бы... Смотрите как, GFX 100, это камера комплексно хорошая. Она удобная, она внятно работает. У неё есть свой парк оптики. Это уже обширно. Да, это стабильное подключение, потому что у вас нету такого, что у вас постоянно пропадает связь между цифрозадником и аналоговым передом. Вот, так что... Да. Что посоветовать с X100F, но подешевле? XF10, наверное. Отличная камера. Очень самая компактная PC-камера. Ребята, вы огонь. Спасибо. А XT Face им только со штатива снимать. Ну, да, согласен. X100T. Да, кстати, вот Маша подсказывает, что аналог X100F, но дешевле, это X100T. Медленно. Ну, да. Но при этом классно. Итак, до широкого угла, взять саму Янг 19 мм или XF1628, перенаряющий XF21.4. Всё зависит от того, нужен ли шумский АИЗ, нужен ли тебе автофокус. Собственно, ответ на это. Привет, 55200 для видео. Как? Прекрасен. Отличный объектив за свои деньги. Правда. Очень резкий, да. 3,5, 4,8. Отличная светосила, очень компактный. Я бы с удовольствием видео снимал на него. GFX100 очень крут тем, что работает очень быстро, не приходится по фокусу. Не боясь ты по фокусу, по весу примерно как full frame 16 битра. Да, смотри-то как. Что такое вообще GFX100? Это средний формат в корпусе зеркальной камеры. Я даже сказал, это большой. Это средний формат. Да, у нас есть маркетинговый термин «крупный формат», но так или иначе, устоявшееся выражение, все, что крупнее full frame сейчас, это средний формат. Есть как бы неизвестных пойнтов, почему GFX100. Это первая стабилизированная среднеформатная матрица. Это первая среднеформатная беззеркалка с фазовым автофокусом. Да это вообще, в принципе, первая среднеформатная камера с быстрым фокусом. Да. Это первая BSI-матрица с обратной засветкой. Это первая 4K-видео со среднеформатной матрицей. И какой-то есть еще пятый пойнт. Это первый средний формат, который компактный. Ну, да, действительно, он удивительный. Дружит ли X3 с Powerbank? Конечно, дружит Игорь Комогорцев. Причем, во-первых, он от всех Powerbank заезжается. Во-вторых, если он Powerbank с поддержкой формата USB Powerade, то он может одновременно и заряжать камеру, и снимать. Саша Ситников. Очень удобная камера GFX100. На самом деле, если вы хотите послушать личный опыт использования, а не от сотрудников компании, ситников фото, задайте этот вопрос ему. У человека есть эта камера, он использует ее в своей профессиональной деятельности. Да, я думаю, что он с радостью вам подскажет. У нас на Диком Западе либо Сапог, либо Nikon, либо есть ли бабки, есть ли Эйка. Но, к сожалению, люди не все, как-то сказать-то... На Диком Западе. Да, действительно, Дикий Запад, да. Ожидается ли прошивка и новые пленки для GFX100 50s? Я думаю, новые пленки нет, а прошивки... Прошивки, конечно, прошивки будут улучшать, должны. Потому что это важная камера. Да, все-таки первая в линейке, застрельщик, да, который будет активно развиваться. Друзья мои, задавайте вопросы. Мы в эфире, у нас 50 человек в эфире, это прекрасно. Где ваши вопросы? Даня, я думаю, в целом, наша камера, в принципе, самая сбалансированная решение. Независимо от того, это крупный или средний формат. Это сейчас самая сбалансированная система. Ты знаешь, я, как пользователь 50s, считаю, что Fujifilm, в принципе, безальтернативен. Потому что, если я хочу действительно крупную матрицу, я даже не говорю о вменяемых деньгах, бог с ним. Да, GFX50, это самый дешевый средний формат на рынке. Даже вот не будем деньги брать в расчет. Это средний формат, действительно, вот это главное различие, которое я могу вынести на улицу. Который не едет у меня в багажнике в кейсе, а который лежит у меня на соседнем сиденье. И когда мне надо, я вот еще сидя за рулем могу сфотографировать. Согласен. Вот сиденько в фото Саша пишет, что да, спрашивай про GFX100, многое могу рассказать. Да, спрашивайте. Наша сила все-таки в наших пользователях. В людях, которые действительно снимают эту систему и могут много проникнуть. А вы видите, мы узнаем внушительную часть людей. Мы знакомы с этими людьми. Да, это все наши пользователи, с которыми мы регулярно встречаемся, с которыми мы регулярно переписываемся, с которыми мы регулярно делимся опытом. И это прекрасно. Давайте, друзья, каждый поставит сердечко тому, тому, что наше сообщество, по-моему, очень крепкое. У нас действительно классная комьюнити. Она действительно прям сплоченная. Так, а вы устраиваете конкурсы или выставки для тех, у кого фуджик? Я думаю, есть на чем поработать. Есть на чем поработать. У нас бывали такие выставки, бывали конкурсы, пока это немножечко прекратилось. Но, кстати, есть такое мероприятие, Питер Фотофест. Он, собственно, проходит в Ленинграде. И, насколько мне известно, область Ленинградская. На прошлом Питер Фотофесте девушка выиграла камеру Fujifilm X-T20. И она вошла... В этом году будет его заказать? Нет, не было. И она с этой камерой вошла в финал World Press Photo. С камерой, которую она выиграла на фестивале. Вы представляете? В смысле? Вот это я понимаю точку. Да, да. Так, как дела? Прекрасно, я думаю. А планируется ли обновление линейки X-T20? Я думаю, планируется, но пока у нас нет более подробной информации. Как только появится, мы есть обязательно поднимем. Интересно, как вы подкованы в названии модели. Ну, это слухи. Слушай, все придумывают свои. Ну, вообще, она пятая будет. Can you get a translator in here? Not now. Not now, yes. This is Russian translation for Russian language users solve for different cameras. Лев Ефимов продал GFX и он даунгрейдился до X-T3. Я Льва видел меньше двух недель назад. Мы с ним это как раз обсуждали. Он говорит, что сейчас для его сценариев использования, когда он начал снимать видео, ему подходит X-T3, потому что он меньше стал печататься. Ему не так важно разрешение и детализация, и резкость. Ему в первую очередь нужен цвет и сбалансированное видео. Да. Хочу выиграть X-T3. Ну, все хотят. Я тоже хочу. Хороший пробный день. Лучше выиграть GFX. Согласен. Если будут разыгрывать GFX, сообщите нам, пожалуйста. Да, мы тоже участвуем. В ходе слухи про объектив с F1.0. Ждать ли так? Да, конечно. Будет объектив 50-1.0. Он официально в родмапе. Он будет в следующем году. Так что ждем. Я долго смотрел спать и хочу, как вторую камеру, на каждый день хочу уже те самые клевые фуджи-света. Дбейте уже. Вы влюбитесь. Просто покупайте и наслаждайтесь. Мы тут попробовали новый классик негатив X-Pro 3. Это фуджи-фильм суперия. И это действительно обалденный пленочный цвет, к которому мы все привыкли. Ксимонет пленочный из всех возможных. Да. А как выиграть X-T3? Расскажите нам, мы не знаем. Да, мы пока не знаем. True Motion Catcher подключился. Леша, привет. Леша, здравствуй. Очень рада тебя видеть. Да, что у нас 65 человек в Сирии. Стоит понимать, что Леша, которого мы упоминаем, это наш амбассадор Леша Малышев. Отличный свадебный фотограф. Если кто-то хочет посмотреть, как действительно круто снимает свадьбы в России, да и вообще в СНГ, на фуджи-фильм. Зайдите к нему в профиль и посмотрите. Фуджи-снёмка в iTrum без плагина. Нет, без плагина. Нет, туда же снимайте в Capture, там всё прекрасно. Ну, размеров F1 будет. Вот смотрите, именно поэтому отменили 31.0 и внедрили 51.0, потому что он будет гораздо компактнее. Владимир Видов, привет. Да, всем большой привет. Друзья мои, мы именно всегда стремимся к тому, чтобы наши камеры были компактными. И именно система была компактной, именно поэтому не будет 31.0, а будет 51.0. Придётся менять Pro 2 на Pro 3. Ну, всего есть свои, как говорится. Но Pro 3 классная. Да, она офигенная вообще, да. Friends. Hello, friends. А что лучше, обработка фотографа в Capture или внутрикамерная? Всё зависит от ваших задач. Нет, это не так. А если мы говорим... Всё зависит от конкретных задач фотографа. Нет, нет, нет. Подожди, имеется в виду конкретный фуджи-фильмовский цвет, вот этот, заготовленный... Он лучше всего, конечно, в камере. Он лучше всего в камере, безусловно. И его ничто не повторит. В Pro 3, я так понимаю, что это добавится, возможно, в Т3, но и точно в новую камеру. У вас появилась возможность регулировки кривой и микроконтрастной. Да, H-tone, H-tone, цвета, тени. Вы теперь можете видеть, как вы эту кривую изгибаете. То есть, как будто у вас лайтрун в камере, по факту. Не дождетесь, X-T1 ролит. 16 мегапикселей любви. Это человек из Алматы, прекрасный фотограф. Вижу каждый раз, когда был... Владимир, да. У нас есть пользователи, которые убеждены, что этот X-T1, как у вас в X-T1, это лучший X-T1. Уже не дождусь, хочу пощупать её, конечно. Лукавский, вы, по-моему, из Барнаула, если не ошибаюсь. Я думаю, в Барнауле мы будем в следующем году, в начале года, обязательно появимся там до лета. До весны, до весны. Это, наверное, в Санкт-Петербурге 240 километров всё. А, все равно. Приеду, да. Там больше, чем две точки можно крутить. Две точки, как раз, святая тень. Но это более чем достаточно односторонно. С-образную кривую вы можете сделать. Да, да, да. Так что, друзья мои, X-Pro3, я считаю, это новый этап в развитии четвёртого поколения платформы. Я думаю, что эта штука... X-Pro3 – это камера, которой не хватало нашей системе. Шахбок, конечно. Да, потому что мы в последнее время так сконцентрировались на профессиональном оборудовании, что забыли про любой. Для видеопродакшн можете поставить внешний монитор для экземпляров? Да, и любой, который Full HD поддерживает, да. И есть, кстати, классный монитор, забыл марку, и они даже поддерживают луты. То есть, если снимаешь влог, можно наказывать пен на моненький лут. А, по-моему, есть же совмещенные мониторы и рекорды. Да. А Томас, по-моему, их делают. Да, да. Ну, то же самое, что и раньше. Это всё как раньше. X-E3 круче. Ну, это вопрос личных предпочтений. Скажите что-нибудь про Viltrox 85 1.8. Мы упоминали в прошлом втором эфире, лучше не надо. Короче, ребят, он в три раза дешевле, чем 92.0, по характеристикам. То есть, он медленнее, он гораздо сильнее, хроматит. Он мягкий, но открытый, у него нет микроконтраста, у него здоровый цвет. Да, то есть, грубо говоря, если вы готовы заплатить, скажем так, за эту разницу, то тогда покупайте. Определите, что для вас нужнее. Цена или качество. Да, то есть, вам нужно получить фокусное расстояние любой ценой, или вы всё-таки прям хотите той самой картинкой. Смотри, пишут FX 970 луты, это FIWORD 6+. Вот, спасибо большое за паскар. Да. Как хороший. Вот за это я люблю наше сообщество. Дают ответы готовые. То есть, люди делятся своими знаниями. Это прекрасно. Понятно, понятно. Напомните, пожалуйста, мультиэкспозиция. В каких камерах? Да во всех. Да, а VIX Pro 3, она ещё там не просто две. Да, он 12, по-моему. До девяти. А 1684 не будет тёмное для видео? Нет. Он как раз для видео прекрасен. Стоит понимать, что видео вообще на наших камерах. Вот сегодня только Никита Горелкин рассказывал, что снимает до 10 тысяч ИСа. И говорит, картинка меня устраивает. Так, говорите, потестили в Pro 3, как оно? Ну, ещё и детализация. Да, да, да. Я вот о том и говорю. Прекрасно. Так, я всё про компакты. Какое лучше взять для повседневных съёмок, которые не боятся Морозов? Ну, я думаю, XT3 и какой-нибудь 1628 компактно и Морозов встречу. Саша ушёл смотреть фильм «Однажды в Голливуде». Саша любит рыночную картинку. Ну, да. Саша, тебе очень понравится. Потрясающий фильм мне очень понравился. Тарантино во всей своей красе. Как обычные ножки и шикарные геологи. Мультиэкспозиция на XT3 просто огонь. Друзья, а покажите по хэштегу Fujifilm.ru. Да, покажите ваши примеры мультиэкспозиции. Друзья мои, все, кто смотрит наш прямой эфир, покажите, как вы снимаете. Друзья мои, делитесь кадрами. Это самое важное. Хэштег Fujifilm.ru в Инстаграме. И мы обязательно найдём, посмотрим и лайкнем. Есть мысль прикупить Fuji X-E3 как вторую камеру Sony для души? Как она? Или лучше что-то другое присмотреть? Я думаю, X-T20 были у него сами. А я за E-3 у него есть джойстик. За кто E-T20 откидываешь? Марк Мора, насколько я помню, снимает то ли сейчас на R2, то ли на R3. Возьми 30-ку вообще. Марк, насколько для тебя актуален джойстик? Да. Если актуален, бери 30-ку. Да. Она сейчас тоже 60-ка. Прекрасная камера. Ты ездил в Норвегию с X-T3, там картинка будет тоже. Так, я имею в виду внесъёмным объективом. Ну, X-F10, я думаю, простая камера с неземным. Хорошая камера. Да, хорошо, хорошо. Я бы до души брал все X-T1. Ну, X-T1. Вот, Рома Шаткин используется как полноценную вторую камеру с эквивалентом третьей пятки постоянно. Фильм стоит посмотреть за последних 15 минут. Да. В «Однажды Голливуде» мне очень нравится тема. Знаешь, я в одной рецензии прочитал и согласен, что друг с огнемётом лучше, чем просто друг. Ты знаешь, а я считаю, что история не знает сослагательного наклада. Нет. Не сослагательного наклада, а что друг с огнемётом лучше, чем просто друг. Так говорится. А на X-T3 мультиэкспозиции нет, как на X-T3? Пока нет, но я думаю, наверное, добавят. Вот, мне предполагается, что это то, что добавят. Мультиэкспозицию по большей количеству кадров. Да, подождём. Ребят, по видеосъёмке 1680 не лагает. В плане микроподёргивания помню, что рассказывал про небольшой лаг. Это кто рассказывал? Это нет, я не рассказывал, лага там нет. На E3 комплект можно взять 23 мм сейчас. Да, и он будет очень выгодный по цене 23 и в 2.0. Кстати, в Canon лучше реализованного со всеми мультиэкспозиции. Можно стащить у них концепцию для камер Fuji. Киилл, Пилюгин. А что имеете в виду? Вообще стащить – это не совсем про нас. Да. Вы, вероятно, заметили, что у нас уже давно реализовано это ещё, в общем-то, плёночное ноу-хау в виде регулировки диафрагмы на объективе. И вы знаете, я замечаю, как на G-мастерах, на кэноновских объективах реализовывается та же технология. А что конкретно на Canon лучше, лукавски? Расскажите. У нас у меня на E3 с блинчиком на каждый день в кармане. Прекрасное решение. Хороший тап, седьмой, да. Да, да. И получается очень опактно. Да, вы знаете, кстати, почему 27-й такой компактный? Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, кто знает, давайте, друзья, устроим небольшой розыгрыш лайков. Слушай, а давай мы, может быть… Давай так, мы автолайкаем того человека, который расскажет. Нет, я предлагаю… Почему блинчики такие компактные? Предлагаю делать что-то существенное. Он не существенного, айка от Fujifilm. Давай, может, мы раз в месяц будем разыгрывать какую-то нашу сувенирку в прямой фигуре. Толстовочку давай. Толстовочку. На последнюю вот. Сюда снимем. Ну, какие-нибудь. Точно всем подарим. У нас есть классные аксессуары. Да, что-нибудь разыграем, давайте. Какой-то и шире, 816 дорого. 10,24. 10,24, да, отличный выбор. Если E3 с блинчиком и X100F. X100F, да. В Canon можно выбрать ранее снятый кадр и снять чей-либо. Ну, да. Ну, если вам интересно выбрать ранее снятый кадр, ну, просто клейте в Lightroom или там… Нет конца диафрагмана 27 мм, да потому что он маленький очень. Потому что он настолько тонкий, что там уже в конце диафрагма не поместится. Ура, давайте. Да, друзья мои, давайте в качестве затравки, давайте тест, да. Почему блинчики такие компактные? В чем их секрет? Почему на любой системе блинчики такие маленькие? Давай такой вопрос. Да. В чем основная фишка их характеристик? Нет, почему, да, почему… На 27 минимальные искажения по дисторсии? Нет. Минимальные искажения? Нет. На всех системах происходит наложение двух кадров с 50%. А у них ближе пленки происходит до экспозиции темных участков. Надо посмотреть, я думаю, да? Надо изучить. Тут не могу сказать про Канан. Так. Продал старую камеру оптику с моей фуджи-тетей Сони FFL или фуджи-фильм XT3. Что скажешь о своей защите? Цвет. Ну, во-первых, это цвет. И компактность оптики. Вы знаете, цвет, цена, компактность оптики. Да. Вот и ответ на вопрос, как выиграть XT3. Ну, это хороший аксессуар. Это очень хороший аксессуар к вашему GFX 100. Да, да, да. Давайте так. Разыграем фуджи-фильм XT3. Сиди в больнице. Фуджи-фильм XT3. Ну, кстати, между прочим, есть риск, что у нас немало так выигрывают камер. Ну, одну можно разыграть, я думаю. Ну, короче, друзья, давайте. Кто что думает по блинчикам? Никто не знает, почему блинчики такие компактные? В чем секрет, почему блинчики такие маленькие? О, охрененно, да. Кстати, Ваня Дорн снимает на наши камеры. У блинчиков-фиксов оптическая схема проще, потому что они меньше. Там есть секрет именно в оптической схеме. Давай так. Человек мыслит в нужную сторону, но пока я не ответил ключевое. Давайте. Angry Cyclops. Вы мыслите в правильную сторону, но почему она проще? Вот. Да? Я думаю, еще пять минут эфира и закончим. То, что у меня телефончик сядет. Друзья мои, давайте. Мне интересно проверить даже ваше знание. Да. Вот, давайте немножко. Так, кстати, возможно передавать изображение по Wi-Fi с камерной компьютера, а не телефон? В формате равном. Да, возможно. Да. Да. И Fujifilm X Esquire, приложение единственное. Друзья мои, помните о том, что Wi-Fi это медленно. То есть, быстрее гораздо будет по проводу. Да, очень рекомендую. Tether Tools. Оранжевая провода. Да, прекрасные кабели. Бегите у любого официального дилера и наслаждайтесь. Группа из линс меньше. Да, меньше, но почему? Смотрите. Да. Там есть очень точный ответ. Да, есть единственный верный ответ. Друзья мои, да. Оптическая группа меньше, но почему? Это свойство. Давай немножко подскажу. Нет, нет. Давай, пусть угадывай. Ну ладно. Не угадывай. Мы потом за последние 30 секунд скажем. Да, хорошо. А если... Просто я тестил. Нифига не выходит. Просто кадр с полупрозрачного. Мы же не умеем пользоваться. Все зависит от именно степени экспозиции кадров, которую вы используете. То есть вопрос в том, что пропорции ближе к естественным нет. Блинчики – это вопрос не пропорции. Смотрите. Вас правильно навели. Это вопрос оптической схемы. А склеенных линз больше? Нет. Ответ намного проще, чем вам. Ну да, ребят, а ответ намного проще. Скажем так. Да, давай небольшую подсказку в плане того, что... Это секрет в оптической схеме. Очень большая взаимосвязь с матрицей. Да, с размером матрицей. Ну, это уже совсем просто. Ну, простите, да. Фокусная блинчиков равно диагонали матрицы. Да, вот. Ответили правильно. Тимофей Вич. Абсолютно правильный ответ. У всех блинчиков фокусное расстояние равно диагонали матрицы, да. Линзы тонкая, там, коррекции меньше требуется. Форма линз нет. И система автофокуса нет. Ребята, все просто. Любой блинчик на любой системе компактный, потому что его фокус, наверное, равно диагонали матрицы. Из-за этого требуется гораздо более простая оптическая система. У Canon это 40 мм. Да. У Fujifilm это 27 мм, у Fujifilm это 50 мм. Да. Но при этом, естественно, берем в расчет светосилы, мы помним, что Sigma 40 мм вот такая. Да. Гигантская, да. Она хорошая, она, кстати, разрешает... Она разрешает среднеформатную матрицу. С небольшой винеточкой. Сороковая без. Я прикручивал ее через Т-картовский переходник на GFX 100, и она даже фокусируется. Кстати, все, ты знаешь, что все Тилс-чувсты на GFX и все чувствуют себя прекрасно. Да, полнокадровые. Да. Да, потому что у них очень большое рабочее поле. Вы не уходили, что ли? Мы все еще тут. Мы живем в одном ритме с коллегой. Слава богу, что не в одном номере. Да. Выходи из шкафа. Так что я очень рад. Давайте, друзья мои, последние пару минут, и мы будем заканчивать. Давайте. Нет, мы просто решили, что... Наши прямые эфиры очень эффективны. При съемке на Т3 в С-режиме иногда в видоискателе появляется зеленый экран. Сталкивались с этой проблемой. Чем лечиться? Или по дорожникам, или про... В сервис. В сервис, да. Сбросите сначала настройки камеры. Потом обновите до последней прошивки, если проблема сохранится в сервис. Андрей Данилов, привет. Привет. Привет, Саша. Саша, да. Саша, да. Да, Саша, да. Я, к сожалению, по именам тяжело. Тяжело. Слишком много людей. К сожалению, да. Но, друзья мои, всех очень рады видеть. Очень рады, что так много людей. Попробуй с разных экспозиций поснимать. Именно, друзья мои. Снимайте, там сначала темный объект, потом светлый, наоборот. Да, да, да. Покомбинируйте. Просто смотрите, мультикспозиция у всех очень разная. И нету какого-то правильного, говорить, мультикспозиции. Вопрос в том, какой вы умеете готовить. Просто по-другому не скажешь. И давайте перед уходом, мы уже заканчиваем. Напишите, пожалуйста, какая у вас любимая имитация пленки. Я скажу за себя, у меня сейчас это классик негатив, который влюбился в протеин. Номер два, потом это классик хром, наверное, и Этерна. Вот Этерна, складывай хромом. А я Астию люблю в последнее время. Ты любишь Астию? Ты любишь Астию? Да, да. Я люблю Астию, друзья мои. И какая у вас любимая имитация пленки на фуджи-фильме? Давайте последнюю минуту нашего эфира мы потратим на это. Да, такой наш экспресс. Так, я снимал ранее на Канон, на мультикспозиции, по опыту могу сказать, что это лучший вариант удобства с этой камерой. Я бы посоветовал разработчикам по фуджи-фильму обратить внимание. Многие говорят об этом, но там не лучше, там по-другому. Классик хром, Экрос, Эстия, Классик хром. Смотри, уже два. Да, да, пока что. Будут ли тест-драйвы в Москве в этом году? Будут. Петь, мы делаем каждый месяц в Москве что-нибудь. Ждем, не дождемся посмотреть на прошку ее пленки. Посмотрите. А Саша, ты увидишь ее уже шестого. Этерна через кассу, потому что на XT2 нет. ЦЦ, Классик хром, Эфлок. О, хороший ответ. Красивый. Классик негатив, хром Экросс. Прекрасно. Классик хром, классик хром там. Коллега, а где же вы уже урвали-то Классик негатив? Ну, видимо, может быть, он уже видел. Но в таком случае... Капчу. Капча, да. А, через капчу человек уже увидел Классик негатив. А, ничего себе. Прекрасно. Правая негатив стандарт. Прекрасно. Нормально, спасибо. Друзья мои, спасибо вам за то, что все подключились. Очень было круто. Классик хром. Правая. А какая правая? Негатив или стандарт? Это нет. Правая, это стандартная. Нет, там есть правая еще. Нет, у нас есть про негатив 4 стаж и про негатив. И про негатив стандарт. Это не про ве. Ну, это все про ве народное, да. Икс про 3 уже в продаже. Нет, еще пока совсем ничего. Нет, а вообще, как раз, если Саша говорит, что икс про 3 уже в продаже, значит, Саша знает точно. Про негатив хайк, да. Кстати, Москва, между прочим, если вы не знаете, где попробовать технику фуджи, с четверга по воскресенье Александр МФ находится в магазине онлайн трейд на Соколе. Заходите, требуйте у него... Про 3 это степо. Да, и тестируйте ее. Так, с моей стороны, Ксаша Динь, как первая для меня сериал Кайм Фуджи. Как она для фото в целом? Интересно ваше мнение. Буду прекрасна. За эти деньги вы отлично. Классик негатив. Прови одна. Спасибо за эфир. Спокойной ночи. Да, друзья. Спокойной ночи, ребята. Да, очень рады, что в такой большой отклик, что такая большая обратная связь, что вот мы сейчас внезапно вышли в эфир, а 70 с лишним зрителей максимум, да. И это очень радует нас. Очень радует, что есть такое большое наше сообщество, что оно такое дружное. Да. Что мы настолько все приветствуем. Ну, мы, к сожалению, уже заканчиваем, но тоже приветствуем. Да, очень радует, что мы все настолько все объединены идеей. Да. Мне это очень радует. И что мы все дружно делимся информацией. Давайте сначала. Мы сохраним запись. А мне кажется, что... Мы в четверг выйдем с тобой. Мне кажется, что да. Вы знаете, мы лучше не будем сохранять. Нет, мы сохраним, но для неотвеченных вопросов нам будет эфир в четверг. Ну, например. Давай так сделаем. В четверг, правда, не поздно. Вы знаете, готовьте... В шесть вечера, да. У меня поезд в семь. В четверг в семь поезд? Куда-то... А, нет, нет. В четверг я буду. Вот. Ты будешь в пропасть. Я будешь в пропасть. В четверг. Завтра эфир будет? Нет, завтра не будет. Будет в четверг, ребят. После завтра. Совсем чуть-чуть подождать, да. На этом мы наш эфир прямой заканчиваем. Извините за мой голос. Простуда. Извините за... Извините. Да. Но это мой прекрасный коллега. Я думаю, мы вдвоем знаем вообще все про нашу камеру. Действие. Ну, я на это надеюсь. Да. Друзья, во-первых... Появится ли Capture One, пленочный профиль классики? Уже появился. Обновите меня. Спасибо вам за то, какие вы есть. У нас действительно классная аудитория. И самое крутое сообщество. Оно самое крутое не потому, что я здесь в майке в Fujifilm сижу, а потому, что вы действительно хорошие. Да, да. Потому, что я многих вас уже знаю по именам. И я рад, что я нахожусь в среде единомышленников. Да. Для тех, кому не наплевать на цвет. У нас одни идеалы с вами. И это очень важно. Мы среди тех людей, которые делятся информацией. Да. Которые не держат в себе. Которые щедро делятся тем, что знают. Ребята, вы крутые. Это прекрасно. Да. Всех любим. Всем пока. Заканчиваем наш прямой эфир. Сегодня... Для флога, да. Нативная 200. Нет, нативная как раз. 200. 800. А базовая... Нативная 800. Нативная 200. Для флога, нативная. Нативная это то, на чем разработана матрица. И оно... 200. 200. Нет. Это то, на котором... Увезите, пожалуйста, маячку в Алматы. Постараемся. Копчеван негатив. Можно на любую камеру накинуть. Да, спасибо вам. Когда выйдете за четыре дни в этом году. 800. Все. Я объясню тебе сейчас. Окей. Я могу чем-то ошибаться. Да, друзья. Всем пока. Всех любим. Всем улыбаемся. Увидимся в четверг. Субтитры сделал DimaTorzok